Вера и аналитическое мышление Вера и аналитическое мышление Вера и аналитическое мышление Накопление знаний по сельскому хозяйству происходит путем многочисленных экспериментов, проб и ошибок на протяжении тысячелетий И в этом смысле зеленая революция 1960-х годов, которая во многом решила проблему голода, за несколько лет сделала то, что крестьяне, горбатись, ну как-то более-менее совершали за десятки тысяч лет Ну даже не за десятки, за тысячи А домашнее мнение растений произошло примерно 10 тысяч лет назад, там 10, 11, 12 В так называнном плодородном треугольнике, это запад современной Турции И все-таки мы знаем, что и во времена спасителя были великие ученые, замечательные доктора Аналитическое, аналитическое, критическое мышление было И все ли они были атеисты? Многие, многие, античный атеизм, конечно, не был явным Как и сегодня в Америке атеистов считается 5%, на самом деле, конечно, 55, а то не 95 Но там, как в древолюционной России пока Как только произошла февральская революция, так никто и не пришел в церковь Пришли там проценты 15 Вот, и если в Америке социальный конформизм перестанет рассматривать альмию как нечто существенное Тоже перестанут все притворяться и ходить в церковь А пока не принципиально В том числе, я думаю, потому что все-таки Америка, как страна передовая Там, конечно, аналитическое мышление очень развитое Конфликт веры и аналитического мышления кажется совершенно натянутым и выдуманным По одной простой причине Аналитическое мышление само по себе только инструмент То есть оно обрабатывает информацию Обрабатывает и изучает способы, которым получается та информация Но само по себе аналитическое мышление не выносит суждений об истине Это как некоторый ревизор только То есть ревизор приезжает, смотрит, как зарасходовано средство Но сам ревизор не говорит, на что расходовать, если заранее не указано Поэтому, если я стал верующим Мое аналитическое мышление начинает Помимо поиска фактов по истории, чем я прежде всего занимаюсь Основная моя профессия – историк Поиска фактов и идей в сфере эссеистики, антропологии, можно так сказать Мое аналитическое мышление обращается и на религию Я изучаю историю церкви, я изучаю основы веры И аналитическое мышление тут во всём работает Оно не говорит мне, что это всё фуфло, как говорит атеист Потому что я открыл Бога Я теперь знаю, что Бог есть Я понял логику истории религии Я понял логику истории церкви Это не означает, что я принимаю историю церкви, как она написана в каком-нибудь дурацком семинарском учебнике То есть, может быть, сперва, да, это феномен неофитства Критическое мышление спит В какой-то мере это необходимо На какой-то стадии, на ранней Ну, вы знаете, как с любовью Вообще между верой и любовью невероятное количество совпадений по месту в жизни человека И по способу функционирования Поэтому в Евангелии самое распространённое сравнение Бога – это с женихом, с мужем И критическое мышление в какой-то момент спит Мы про любимую женщину не думаем Критически, иначе мы разве это любовь Но так не думаем, не думаем А потом всё-таки аналитическое мышление начинает анализировать Но почему-то всё время оно другого анализирует, а не себя, зараза Вот это называется покаяние Когда аналитическое мышление начинает анализировать любимого себя И тогда это очень правильно и достойно, и хорошо В религиозной сфере Конечно, моё аналитическое мышление Рано или поздно семинарский учебник прочтёт под критическим углом Важно, чтобы это аналитическое мышление Не опережало мои отношения с Богом Я думаю, разводы происходят, когда аналитическое мышление По отношению к любимому человеку Опережает отношения с любимым человеком Мышление есть о разговорах, дел, совместной жизни Драм, примирения, ссор нету Ну и тогда остаётся только анализ Как в поликлинике приходишь сдавать анализ А там такое стоит А потом думаешь, так у меня тоже Ой, прости, Господи, что-то Значит, имя неогрешного И в сфере духовной жизни Верующий человек, у него критическое мышление Работает, если он вообще привык к анализу Но так же, как и во всех других сферах Идея, что есть водонепроницаемая страна Между мною, как учёным И мною, как верующим Это неверная идея Это плохо отрефлектированная идея Я её часто слышал от верующих людей Простейший пример Фома Квенат Человек с IQ, я думаю, где-то на уровне 240 Ну, хорошо, 239 Короче говоря, читаешь с наслаждением Ошибок у него полно Но это ошибки его времени Ну, типа того, что Еретик опаснее фальшивого монетчика Но Аналитическое мышление у него изумительное И это ещё раз напоминает Что, собственно, логика Инструмент аналитического мышления Это только средство Если у человека Плохая цель, неверная То его аналитическое мышление Будет только во вред Другими словами Если какой-нибудь Лаврентий Берия Допрашивает Бухарина Или кто там его допрашивал Он, конечно, использует Своё аналитическое мышление Но он его использует И хорошо использует Но он его плохо использует Он плохо использует Хорошее мышление Поэтому Фома Аквенат Своё аналитическое мышление Развивал Думая о Боге Думая о Церкви Думая об этике О теологии этики Если бы Фома Аквенат Занимался астрономией Он бы не больше и не меньше Использовал аналитическое мышление Вот так же В конце концов Мы хорошо это видим по Канту Который астрономией занимался У которого аналитическое мышление Было, я надеюсь Поэтому не слушайте Вот этих дурных советов Не кантовать 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 Кантиться Кантить На аналитическое мышление У него работало В отличие, кстати, от Гегеля Это младый гегельянцев Так что Критическое мышление Вере не помеха А может ли вера мешать Критическому мышлению? Да Как и любовь Тут, видите, такая вот асимметрия Анализ вере не повредит А вера анализу повредит Может ли вера отразиться На анализе нерелигиозных предметов? Да, конечно Это называется приходское мышление По-английски Парокеал Точнее, Парокеал Это от греческого парика Приход Имеется в виду Что крестьянин Который живет Вот у себя на приходе Приход это единица В Древней Греции Ну, как у нас село Погост Совсем в Древней Украине Вот есть церковь Вот это приход Что они знали о жизни? Замкнутое Вываривание в собственном соку Кругозор Как у Шпильки И включать в критическое мышление Не рекомендуется Обидятся соседи Не гони волну То есть Все построено на стабильности Поэтому так замедлен прогресс Потому что аналитическое мышление В общем Гонит волну Она любит эксперимент Она все Пробует на прочность Это замечательно И Бога можно пробовать на прочность Он не обидится Он ответит тем же Шучу Бог добрый Не только мудрый Не только высший ум Но и высшая любовь Абсолютная Поэтому Надо кротко относиться К тому, что другие тупят Это сплошь и рядом Послушайте Я вот Несколько раздвоен Но я вам ответственно заявляю В российской медиавистике Людей с плохо развитым Аналитическим мышлением Не меньше А намного больше Чем в российском православии Вот говорят Православие головного мозга Красиво сказано Я даже знаю Откуда оно берется Я вижу Стоят такие красные ящики И там ПГ Но извините меня А журналистика головного мозга Вот журфак Засузский Полвека Даже уже 70 лет Это же страшное явление Российской журналистики Это антижурналистика И в общем антироссийская То есть в любой идеологизированной сфере В тоталитарной стране Аналитическое мышление Выключается напрочь Трагедия заключается в том Что если вы отключите Аналитическое мышление В профессиональной сфере У вас то же самое будет Во всей жизни Аналитическое мышление Не имеет нескольких рубильников Он один Общий Поэтому люди Которые вот в вере Я не анализирую Я верую Тогда вы будете плохие профессионалы В физике В педагогике И так далее Вы должны анализировать Смиренно Мудро Но анализировать Но прежде всего Аналитично прежде всего То есть Когда Господь говорит Не судите Да не судимы будете Это вовсе не отказ От аналитического мышления Там кстати слово Кризис Критическое мышление Отсюда Кризис Суд Речь идет о том Что не Давайте приговор То есть Вы критически мыслите Эта блудница Она согрешила Она достойна Наказания И вдруг Ваше аналитическое мышление Обращается И на вашу сферу И вы говорите Простите Чтобы меня простили Тоже Вот критическое мышление Правильно сработало А если вы будете Пытаться Включить И выключить Аналитическое мышление В зависимости от темы Сушевесла Хорошим Это не кончится Я даже больше Скажу В этом ценность Атеизма Потому что Он помогает И верующим И ученым Тоже Все пробовать На прочность Что прочность То выдержит Бог выдержит Выдержит ли наша вера Она не наша Эта вера Дана Духом Святым Пусть вот он Ее и Держит И опыт Показывает Что выдержит Выдержит Дух Святой И наши сомнения И нашу Аналитическую мощь И наши критики Все выдержит Кроме Внодушия Мещанства И алкоголизма Нашего Счастливо Это был Яков Кротов Москва Счастливо Счастливо Счастливо